Добрый день! Здравствуйте! Очень нравится. До начала концерта губернатор Виктор Толоконский и глава Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с юбиляром осмотрели выставку, посвященную благотворительным проектам, которые реализованы в нашем городе благодаря поддержке Хазрета Савмена. В 1980 году он создал золотодобывающую артель «Полюс». В 1993 году она стала современной компанией. Именно в тот период закладывалась новая основа экономики региона. И «Полюс» в этом процессе занимал одну из ведущих ролей. Благодаря Хазрету Савмену в России была освоена уникальная технология извлечения драгоценных металлов, позволяющая добывать до 98% золота. Все мы знаем о его больших и славных делах, которые делались и делаются во славу России, по славу многих наших регионов, во благо наших людей. Ему к лицу простое слово «самородок». Учила его жизнь, а природа и родители наделили поистине драгоценным сплавом удивительных качеств, глубоким аналитическим умом, интуицией, огромным трудолюбием и мощным характером и еще к тому же очень щедрой душой. Многие годы Хазрет Савмен помогает Красноярску. С подарков от мецената начинаются новогодние праздники больше, чем у 50 тысяч красноярских детей. Фестиваль «Волшебный лед Сибири», который стал визитной карточкой города, также проводится при поддержке фонда Савмена. Настоящими точками притяжения для красноярцев и гостей столицы края стали парки 1 мая и 400-летие Красноярска. Этот уважаемый человек считает себя сибиряком, а наш край своей родной землей. «Судьба уготовила мне профессию золотодобытчика. В поисках золота я прошел весь север, чепотку, колонок, архипелап, северная земля, остров Большевик. Много в жизни было сложных, тяжелых испытаний, но я никогда не одинок. Рядом со мной всегда были верные и надежные друзья. Я не ошибся, когда назвал Красноярский край не только ваш, но и своим действительно стал для меня второй родиной». На торжественном собрании за огромное участие в жизни и процветании нашего региона Казрета Савмена наградили почетным знаком за вклад в развитие Красноярского края. Валентина Береснева, Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости.